Много деревень и сел разделили судьбу Хатыни. Сотни тысяч людей были замучены, изверски убиты. Забыть это невозможно, ведь каждый день в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа открывается все больше неизвестных и жутких фактов об уничтожении мирных жителей в годы войны. Мы помним, именно под таким названием в стенах Восточного форта мемориального комплекса Брестская крепость Герой открылась выставка. На открытие экспозиции были приглашены гости, в их числе руководители области и города Юрий Шулейко и Александр Рогачук. Они высоко оценили вклад прокуратуры в расследование военных преступлений и сохранение исторической памяти. За этот короткий промежуток времени, который сегодня работали наши прокуроры, исследователи, проделана масса работы, которая подтверждает зверство, буквально зверство, варварство, фашизм на территории Беларуси. Мы с помощью вот этих сил пасковиков нашли захоронение. Мы уточнили сегодня количество убитых, расстрелянных, сколько было сожжено деревень. Мы видим эти остатки варварства на каждом лесу. Мы видим захоронение. Мы видим сегодня мемориалы вдоль дорог. Вот эта история, где мы сегодня находимся, это подтверждение того, что было в ту войну. Конечно, это те братские могилы, которые сегодня хранят в холоде. Есть такое высказывание. Тех людей, которые могли бы сегодня еще жить, дожить до этого момента, да, и в очередной раз справлять победу, которую мы одержали над фашизмом. Масштаб трагедии белорусского народа до конца не изучен. Только в Брестской области обнаружено 26 ранее неизвестных мест уничтожения мирных граждан. Это массовое уничтожение. Более 800 населенных пунктов в области были стерты с лица земли. И это не окончательные цифры. Расследование дела о геноциде – это наш инструмент противодействия реабилитации нацизма. Мы не только показываем настоящий облик тех, кто сейчас пытается возродить фашизм. Мы еще раз открыто заявляем, что не допустим попыток переписать историю и предать забвению жертв Великой Отечественной войны. На экспозиции были представлены разнообразные материалы, которые собрали в единое целое сотрудники мемориального комплекса, используя документы, которые добыли прокуроры во время расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Многие экспонаты посетители увидели впервые. Среди них вещи с мест массовых захоронений убитых фашистами, жителей Бреста и его окрестностей. Экспозиция собрана и представленная сегодня, она практически собрана в течение одного года. И работниками прокуратуры проделана колоссальная работа по выявлению захоронений наших белорусов, жителей Белоруссии. Тех захоронений, которых в силу каких-то возможных моментов вообще начали люди забывать. Поэтому она актуализирует проблему опасности возрождения нацизма, она показывает проблему нацизма под каким-то новым ракурсом. И поверьте, что данная экспозиция, она ни в коем случае не идет в конкурентном каком-то моменте с другой экспозиции Брестской крепости. Она дополняет общие впечатления о таком большом ужасе, который в принципе является война. Мы должны помнить, чтобы наши дети сегодня, наше подрастающее поколение никогда не забывало о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне, о тех жертвах, которые принесли их деды, прадеды, их отцы и матери. Со слезами на глазах, говорят ветераны, им сложно хоть одно слово произнести без дрожи в голосе и боли в сердце. И мы, поколение 21 века, должны помнить, потому что забыть о трагедии невозможно.